Сегодня день Республики Крым. 25 лет назад состоялся первый в Советском Союзе референдум, на котором жители полуострова высказались за образование автономии. Специалисты отмечают, именно то голосование подготовило почву для воссоединения с Россией в 2014 году. Сегодня в Республике массовые гуляния, запланировано множество мероприятий, но главное это личный праздник практически для каждого крымчанина. Очень радостно, очень приятно, как бы за своих детей. Уже есть что дитям оставить, уже свой угол, как бы свою крышу над головой. На своей родине. В настоящем Крыму, да. Просторная двухкомнатная квартира в новом доме семья Ибраимовых этого момента ждала четверть века. После воссоединения с Россией для депортированных народов началось строительство многоэтажных домов. Только в Бахчисарае 70 семей, отмечают новоселье. Конечно, для крымско-татарского народа это было намного больше сделано в составе Российской Федерации, чем за 23 года в Украине, начиная с акта реабилитации, которую подписал президент страны. Стать частью России полуостров мог еще в 1991-м. Это была первая попытка решить судьбу полуострова, основываясь на волеизъявлении самих его жителей. Никто тогда и не думал, все решалось в партийных комитетах и не знал, что такое плебесстрит, что такое народный референдум, но пошли на него. Никаких боязней ни в 1991-м году, ни в 2014-м году у людей не было. Люди шли осознанно, и это действительно два уникальных явления, как в советский период, так и в постсоветский, где граждане решали свою судьбу сами, осознанно. Вот они это и сделали. 20 января 1991-го на первый в Советском Союзе референдум был вынесен всего один вопрос. Вот экземпляр бюллетеня. Вызово создания автономной республики как субъекта СССР и участника союзного договора. Абсолютное большинство жителей Крыма и Севастополя, более 93% проголосовавших, высказались за. Крымский флаг и герб, который Андрей Мальгин разработал сразу после исторического референдума, являются символами республики и сегодня. Большинство жителей Крыма хотело сохранения большого государства, хотело жить в большом государстве, хотел сохранить исторические связи с Россией, потому что Россия тогда была представителем, являлась собой символом этого большого государства, которое существовало. И, естественно, выбор наших цветов не был случайным. Это были цвета характерные, традиционные для этого региона, для нас, и это одновременно и цвета Российской Федерации. В результате Крым автономию получил. Только в составе Украины широкие полномочия республики для Киева всё это время были как кость в горле. Референдум 16 марта 2014 года, по словам Сергея Аксёнова, восстановил историческую справедливость. Даже результаты были похожи по референдуму. Тогда было 93% высказалось за создание автономии крымской. На сегодняшний день 97% крымчан поддержало в 2014 году присоединение, возвращение вернее на историческую родину. Поэтому, наверное, всё-таки тот референдум, он таким был знаковым, основополагающим, формировал какие-то основы для возвращения Крыма в Российскую Федерацию. В Крыму проживают представители 175 национальностей. Большинство составляют русские, украинцы и крымские татары. Во время последней переписи на полуострове на вопрос о своей национальной принадлежности люди зачастую отвечали, Мы, крымчане, и такая самоидентификация имеет под собой историческую подоплёку. У меня в руках редкий документ. Заявление о предоставлении гражданства Республики Крым. Они же второго уже на выбор. Конституция молодой республики предусматривала двойное гражданство. В Советском Союзе, как, впрочем, и в составе Украины, о двойном гражданстве не могло быть и речи. А Конституцию Крыма официальный Киев позже и вовсе отменил. И только в составе России были учтены особенности республики. По количеству межнациональных браков Крым чемпион страны. Смешанных семей на полуострове более 40%. Записались, чтобы никому не было обидно. Я армянка, муж украинец, а детей русских. Для абсолютного большинства крымчан русский язык родной. Украинские и крымско-татарские получили официальный статус. Их преподают в школах и университетах. События крымской весны жители полуострова называют возвращением мечты, которую у них украли в далёком 1991-м, когда полуостров против своей воли оказался не в своей гавани. Для Крыма путь домой растянулся на 23 года. Но крымчане за всё это время своих взглядов не изменили. Виталий Каченко, Сергей Титенко и Павел Силин. Первый канал. Крым.